Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория и сегодня в видео я хочу показать вам свой небольшой заказ по 13 каталогу 2024 года в компании Фаберлик. Всем, кому интересна тема таких видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. А также покажу вам новую сковороду, которую я заказала по акции. У нас в 12 каталоге на третьей неделе действия этого каталога была шикарная акция, где набор призма, у нас есть коллекция посуды призма, были представлены по сниженной стоимости с хорошей скидкой. Я воспользовалась и приобрела себе еще в свою коллекцию новую сковороду. И я вам обещала как-то в видео показать свои две сковороды и кастрюлю из этой же коллекции призма, которыми я пользуюсь и покажу вам в каком они сейчас находятся в виде в процессе их использования, в процессе применения. Итак, давайте смотреть. И сразу вам скажу, что на губах у меня нанесена помада. Это у нас обновленная коллекция помад Glammy. У нее довольно бюджетная упаковка, но прекраснейшее содержимое. Это в каталоге по качеству одна моя из самых любимых помад. Она как бальзам, при этом дает свет. Она не скатывается в белую полосочку. Она шикарно ведет себя на губах. Губы не сушит, за губами ухаживает. В общем, для меня одни сплошные плюсы в этой помаде. И на мне нанесен новый оттенок, который я заказала. Я взяла три помадки. Позже в видео вам обязательно их покажу. И это оттенок Nude. Поэтому пока не забыла, сразу вам расскажу, что у меня на губах сегодня использовано. И каталог номер 13. Давайте обратим на него внимание. Он действует по 22 сентября включительно. Поэтому, если вам что-то здесь понравится, и вы еще не зарегистрированы, то ссылка для регистрации всегда есть под моими видео. Либо в первом закрепленном комментарии под видео, либо в описании под видео. Есть ссылка. Там же есть ссылка на мой телеграм и на Дзен канал. И также вы можете посмотреть все артикулы товаров, которые я буду показывать. Тоже они есть в описании. И вот если вы зарегистрируетесь по 22 сентября включительно, то компания Faberlic вам со вторым заказом подарит 500 рублей. Для этого вам необходимо после регистрации вот по этому 13 каталогу оформить и оплатить по 22 сентября свой заказ на сумму 1500 ценных каталога. Но регистрация вам даст скидку 20% на всю продукцию, как у зарегистрированного покупателя. Заказ будет выглядеть у вас следующим образом. 1500 минус 20% получается 1200 рублей и плюс сбор за доставку. Доставка вам будет предложена уже в личном кабинете вашем. И там вы выберете та, которая вам наиболее оптимальна, наиболее удобна. Это пункты выдачи компании, это почта России, это SDEC, это пикпоинт, постаматы, курьерская доставка. То есть все будет вам предложено в личном кабинете. И у вас будет свой личный кабинет, как в любом интернет-магазине. Также на втором шаге заказа вы будете видеть интересный раздел распродажи. Там есть распродажи у нас одежды, колготок, белья. Кстати, вот сейчас у нас хорошая акция на колготки и носки. Если покупаете 2 пары, то скидка дополнительно 10%. Если покупаете 3 пары, то скидка дополнительно 15%. И на втором шаге это все будет у вас в персональных акциях уже пересчитано. Поэтому прощайте тоже ваше внимание. Девочкам в телеграм я это объявление скидывала. И также там есть интересный раздел остатки сладкие, скидки до 75%. И если вы оформите как новый покупатель, оплатите свой заказ, то со вторым заказом по каталогу номер 14 вы получите 500 рублей в заказе в подарок. То есть при утверждении вашего заказа второго по этому каталогу 500 рублей спишется у вас в подарок. Акция очень шикарная. Давно у нас не было денежных подарков. И также вы можете по этому каталогу второй заказ либо выполнить минимальным 1000 в ценах каталога минус ваша скидка 20%. Либо принять участие по вашему желанию в стартовой программе со скидкой до 90%. Покупать для себя шикарные наборы и знакомиться с продукцией Фаберлик. Ну и теперь давайте смотреть дальше мой заказ. Следующий каталог номер 14 я уже тоже получила. И вы знаете, я прям вот так вот щупаю вот сейчас и он прям такой более увесистый, более какой-то вот объемный получился. Давайте даже по страницам скажу. 291 страничка в новом каталоге и 275 страниц в прежнем каталоге. То есть каталог прям такой стал более плотненький. Даже вот держишь и это ощущается. То есть обязательно с вами полистаем еще новый каталог. Здесь у нас интересные новинки декоративной косметики. Тени мы любим, поэтому будем заказывать и будем знакомиться с вами. У меня был небольшой заказ, но я заказывала кое-что у меня просили девочки заказать. Обращайте также внимание, что здесь у нас новая парфюмерная водичка. Будет очень приятная стоимость. Пахнет аромат небюджетно. Этот парфюм очень напоминает флёр наркотик от Экс Нихила. Кому нравится этот парфюм. И вот у меня сейчас уже флакончики я себе тоже заказывала. У меня где-то недельки две аромат настоялся. Вчера я им пользовалась. И он стал прям более такой еще вот дифозный, более шлейфовый. И вот на волосах я его наносила. Вчера днем и вот утром я еще ощущала отголоски этого парфюма. И на одежде тоже он в принципе, вот у него средняя стойкость. Но на волосах, на одежде вот на следующий день он еще ощущается. Аромат приятнейший, очень приятный. Поэтому, девчонки, ловите момент, ловите возможность его заказать. Я даже тоже подумываю, может быть и себе взять еще один флакончик в запас. Потому что у меня он вот, я пользовалась и до этого, прям вот неделю, наверное, им, да, неделю точно. И потом вот уже как бы чередовала с другими своими парфюмами. Но аромат приятнейший. И действительно он очень достойнейший парфюм. Поэтому тоже прям вот смотрите, советую вам обратить на него ваше внимание. И следующее, что я заказала, это вот такой тоник. Кто меня смотрит, знает, я его неоднократно заказываю. Серия Доктор Кор. Это шейк, лосьон, антиакне. У меня тип кожи комбинированный. Вот особенно хорошо для комбинированной кожи и для склонной к жирности. А также для молодой проблемной кожи тоник будет просто прекрасен. Он не закупоривает коры. Он двухфазный. То есть это двухфазное средство. Здесь есть беленькая взвесь, которая именно как бы, ну, наверное, вот убирает, да, вот эти вот воспаления. Не дает им вот как бы дальше быть на нашей коже. Как бы вот хорошо их, я бы не сказала, что подсушивает. Но, наверное, да, вот на воспаление это взвесь именно вот таким образом и действует. Хотя сам тоник, он кожу не пересушивает. Он прекрасно абсорбирует. Он не закупоривает поры. Прекрасно смотрится на коже. При этом сужает немножечко поры. Мне очень нравится этот продукт. Его перед применением необходимо обязательно встряхивать. Здесь объем 100 миллилитров. И, в общем, постоянно его покупаю. У него, вот когда по скидкам, а так, конечно, цена у него, ну, вот, средний ценовой сегмент. Но, тем не менее, тоник замечательный. Я вот пользовалась все лето им. У меня он закончился. Отправила в пустые баночки. И вот сейчас мне очень захотелось его заказать повторить. Также я заказала для себя еще одну пудру. Это пудра из новой, скажем, новинка в каталоге. Новинка 12-го каталога. Вышла она в трех оттенках. У меня есть отдельное видео на данную пудру. И, вы знаете, я смотрела очень много отзывов у девочек. И поняла, что самый темный оттенок, он, в принципе, далеко не такой уж и темный. Я заказала самый светлый тон, когда вот заказывала в новинках. Это у меня тон 6038, фарфоровая дымка. Я оставляла для вас свой отзыв. В принципе, у меня мнение об этой пудре не поменялось. Она стоит сейчас довольно бюджетно. Бонусом всего 299 рублей. У меня 26% скидка, так как я оплачиваю. Вот если вы оплачиваете более чем 50 баллов за каталог, то скидка в следующем у вас 26% будет. И мне эта пудра вышла 221 рубль. Она вот так открывается. Здесь есть вот такое зеркало. Обращайте внимание, здесь пленочка, которую нужно удалить. И здесь нет спонжа. Но, в принципе, любой тоненький спонж сюда подойдет. Поэтому, если для вас это имеет очень важное значение, то можете где-то для себя взять, либо от какой-то своей другой пудры. И сюда я вам показывала, что спонж сюда тоненький, прекрасно ложится. И все это отлично закрывается. Но я заказала тон фарфоровая дымка. Самый светлый. И у меня он как бы немножечко... У меня как бы цветотип внешности зима. Наверное, холодная зима. И у меня как бы... Я вроде бы брюнетка темноволосая. У меня свой цвет волос черный. Но, тем не менее, я вот использую в компании Фаберлик самые светлые тона пудры, которые вот с розоватым потоном как бы освежают. И тон пудры подходит. И здесь вот оттенок фарфоровая дымка. Он светленький. Но сама пудра, она имеет мельчайший помол. Но так как пудра заявлена soft matte, то есть она как бы матирующая, то вот такие пудры, они всегда, хотя и тонкий помол, они более плотно ложатся на кожу. И вот, например, самый светлый оттенок, он у меня особенно поначалу и особенно на плотных тональных основах, он подчеркивает немножечко у меня поры. И при мимике, когда вот так, ну, например, улыбаешься, разговариваешь, вот здесь как бы чуть-чуть есть такая как бы стянутость на коже, то есть как бы он чуть-чуть подчеркивает морщинки. Я снимала видеоролики, говорила, что может быть, возможно, светлый оттенок для меня. Может бывает, когда, вы знаете, не совсем подходит тон. Сейчас еще я не загораю, но все равно на улице бываем, и как бы у нас самопроизвольно, да, непроизвольно все равно у нас кожа загорает на солнце. И, возможно, сейчас вот в летний период времени для меня этот оттенок чуть-чуть светловат. Но то, что он плотнее, и если вот, например, наношу я на Кушон Иц Калаген эту пудру, то сильнее как бы подчеркиваются поры. И если наношу вот кистью такой прям пушистой-пушистой легкой вуалью, тогда прям вот хорошо ложится нормально. Но если наношу на плотную тональную основу, это эффект у меня сильнее выражен. Если наношу, например, вот как сегодня я использовала сыворотку на эусерум, она довольно легкая, и наношу эту пудру, тогда, в принципе, как бы хорошо пудру не видно. То есть поначалу немножечко вот как бы чуть-чуть ее у меня заметно на коже, потом она побудет, как бы впитается немножко, да, вот закрепляется как бы тоже сама вот на коже, и тогда уже все хорошо. И вот я сделала такой вывод, что вот эту пудру Soft Mat, ее чем тоньше тональная основа, то есть чем легче тональное средство на лице, тем как бы лучше смотрится эта пудра на лице. Но у меня, еще раз отмечу вам, что у меня самый светлый оттенок фарфоровая дымка. Я посмотрела, есть еще средний тон слоновая кость, но обычно слоновая кость всегда дает желтоватый подтон. Желтоватый подтон подходит больше для теплого цветотипа внешности, то есть это у нас осень, девушки, да, вот теплое лето, весна, может, теплая зима, но если у вас цветотип внешности у вас холодный, то желтоватые оттенки, они, ну, редко подходят, больше как-то вот с розоватым подтоном тона идут. Ну, может быть, я не права, не знаю, но тем не менее я решила заказать самый темный оттенок еще раз, потому что все-таки цена, как бы, копейки на эту пудру, и, думаю, попробую заказать и я темный, то есть у меня, как бы, вот такой взыграл интерес, возьму себе самый темный оттенок. Но что хочу отметить, что на самом деле он не такой уж и темный, как вот он у нас, например, заявлен в каталоге, да, и вот, как бы, вот он кажется, что прям вот будет темный. Возможно, сейчас немножечко лицо, хотя у меня оно не загорелое, но все равно за лето кожа становится смуглее, потому что все равно мы бываем на свежем воздухе, хоть и не подставляем лицо солнцу, но тем не менее, да. И вот в этом каталоге у нас снова вот бюджетная стоимость, это пудра бонусом за покупки. И я взяла оттенок, называется он бежевая вуаль 6048. И вы знаете, вот сегодня нанесла поверх сыворотки неосерум, и что я хочу отметить, что оттенок бежевая вуаль на моей коже лег лучше. Лучше в том плане, что он меньше, как бы, видно на коже, да, и даже при мимике, конечно, немножко так, как пудра матовая, то она, у нее есть такое матирующее свойство, все матирующие пудры, они, это не увлажняющая пудра, то есть она, как бы, немножечко, вот, ну, когда вот мимика, то чуть-чуть, как бы, это заметно. Но, тем не менее, вот сейчас мне этот оттенок 6048, он мне подходит больше, чем фарфоровая дымка. Как бы, вот такой нюанс, но, вот, покажу вам сейчас, как выглядит эта пудра. Давайте мы ее с вами откроем и посмотрим. Я еще здесь не убирала защитную пленочку, вот, я ее получила, и два дня я уже пользуюсь. Видите, здесь у меня вот еще матовая пленочка, я ее не убрала. Но сама пудра, такой, вы знаете, оттенок получается, как бы, он бежевая вуаль, он естественный бежевый. Я его взяла и думаю, если будет мне темный, я его буду использовать вот сюда, вот, в качестве контуринга. Но, нет, нанесла прям легкой-легкой дымкой кистью на кожу, и, в принципе, оттенок хорошо ложится, прям, он, как бы, более однородно с моей кожей, то есть он мне понравился вот на данный момент больше. Возможно, зимой он будет мне чуть темноват, но сейчас вот он мне прям лучше подошел. Поэтому, смотрите, выбирайте, давайте вам покажу сейчас эти две пудры рядышком. Вот, смотрите, вот, например, оттеночек фарфоровая дымка, да, как смотрится, и вот оттеночек бежевая вуаль. Ну, вот, видите, вот на данный момент, но фарфоровая дымка прям, он приятный очень оттенок, но прям для светло-светлокожих девочек, прям вот есть вот такие, знаете, как эльфийский, наверное, такой вот тип внешности, прям вот фарфоровое лицо светленькое, вот будет хорошо. И в зимний период времени можно их смешивать между собой. Но вот на данный момент мне вот эта пудра подошла больше. Давайте попробую вот так, что ли, еще вам показать. Вот, вот эти два оттенка, вроде бы темнее, но вот на лице нанесла, наверное, да, вот было очень яркое, активное солнце, и хоть я и не загорала, но, тем не менее, вот, видите, вот, даже вот так вот я показываю вам, видите, вот, вот как что получается. Даже на пальчиках, вот бежевая вуаль, по оттенку мне подходит больше сейчас, вот, даже вот на коже вот так смотрится, вот. И сейчас я разотру вот второй оттеночек, вот о чем я вам говорила, что, возможно, мне еще и оттенок не подошел. Когда бывает вот пудра чуть-чуть светловато, то как бы она, вот это вот, видите, вот она прям вот со мной, сейчас прям вот ее не так заметно, чем, например, здесь как бы немножко такой эффект, получается, как присыпки, да, вот такой цвет чуть-чуть как бы светловатый он, а вот этот вот бежевая вуаль, прям вот как ни странно, видите, вот тоже еще играет немаловажную роль, когда вот угадаешь с оттенком или нет. Но, в принципе, пудра очень деликатно, очень приятно пахнет, и действительно лицо, она прям неплохо мотирует, вот как облачком ложится приятно на кожу, поэтому смотрите, самое главное, угадайте с оттенком, цена бюджетная очень, и можно, в принципе, заказать, даже если вам она не подойдет, кому-то там родным передарить, либо даже просто отправить ее кота в пустые баночки будет не жалко. А так вот она довольно тоненькая, и эта пудра произведена в Китае по заказу компании Фаберли. Так что вот такая пудра, вот такие мои выводы, пока что мне подходит оттенок бежевая вуаль. Вот я не знаю, какой будет слоновая кость, возможно, и слоновая подойдет, но я переживаю, вот какой там будет подтонг. Кто брал, напишите, вот желтоватый или тоже вот такой, ну, более как бы бежевый, приятный оттенок. Ну, давайте, наверное, мы сейчас с вами приступим к посуде, и потом в конце видео я покажу вам три помады, которые я заказала, и посмотрим их с вами на губах. И сейчас я быстренько покажу вам посуду. У нас в 12-м каталоге, вот третью неделю действия каталога, все знают, что у нас была распродажа. Там были снижены цены на коллекцию посуды призма. И, ну, вы знаете, как скидка, да, 60%, но считается она всегда у нас от полной вот черной стоимости. И, ну, вот я посмотрела, примерно скидки были, вот, наверное, самая большая скидка была на кастрюлю, потому что кастрюля самая, по-моему, небюджетная получается. И вот, ну, скидки где-то 400-300 рублей разница вот с каталогом, но все равно, да, вроде бы и деньги не очень большие, но и тем не менее, и 400 рублей, они никому не лишние. То есть все равно приятно получить посуду дешевле. И мне очень хотелось из этой коллекции заказать себе сковороду ВОК. У меня есть на данный момент, вот я пользуюсь две сковороды, одна диаметром 20 сантиметров, одна 24 и кастрюлька. И вот у нас было несколько коллекций посуды, и хочу вам отметить, что вот у нас прошлая коллекция, где были три цвета авокадо, был цвет такой вот олива, а, терракотовый был, и прям вот еще светленький, да, оттенок, помните. Но там на тех вот сковородке были сами по себе неплохого качества, но донышко немножко, как бы вот, когда особенно без масла начинаешь жарить, но это все мифы, без масла жарко все равно. Для того, чтобы вам посуда дольше служила, хотя бы капельку, минимальное количество маслица, и растереть по донышку сковороды нужно, необходимо, потому что, ну, просто вот смотря какой газ, да, у вас там у кого какие плиты, у кого газовые, у кого индукционные плиты разные, начинает все равно вот как бы дно коптиться немножко, потому что там нет масла, все равно масло для жарки чуть-чуть необходимо. Ну, это вот я вот так считаю. Но, тем не менее, вот эта предыдущая коллекция, у меня в цвете авокадо, тоже добавляла минимальное количество масла, и у меня вот прям вот где вот, например, свернички жарила, даже вот такие вот как бы темные вот пятнышки оставались, это, конечно, минус. Но вот эта коллекция призмы, призма, я ее очень-очень довольна, пользуюсь с большим удовольствием, и посуда действительно шикарная. Вот сковорода, это просто вот, я пользуюсь каждый день диаметр 24 сковородой, практически вот, ну, редко там какой день, я ее не использую, реже 20 сантиметров, и очень часто пользуюсь также кастрюлькой. И есть еще у нас там обычная сковорода, диаметр 28, но вот мне хочется 24 еще повторить, взять себе в запасы, потому что я очень довольна, качество действительно отличное. И давайте покажу вам сейчас влог, как она пришла мне упакована, потом мы с вами распакуем ее, вот, вот так приходит упаковано, видите, вот такая красивая здесь коробка, коробку не стыдно подарить на подарок, все это было вот перемотано еще пищевой пленкой, и здесь вот я уже открыла, осмотрела сковороду. Сейчас мы с вами ее посмотрим, распакуем. Но я сейчас хочу показать вам те, которыми я пользуюсь. Пользуюсь я ими с того момента, как я сюда переехала, это вот 26 января, вот, да, где-то вот, ну, можно сказать, что вот сколько получается у нас, 8 месяцев в использовании у меня эта посуда. Но считаю, что вроде бы как и не очень длительно пользуюсь, но тем не менее, посуда выглядит очень-очень достойно. Вот покажу вам свою сковороду, которую я заказывала 20 сантиметров. Ею пользуюсь, конечно, я реже. На ней я пробовала делать блинчики. У меня до этого была прям такая мелкая блинная, но она уже там все закоптилась, бюджетная, я, в общем, ее выбросила. И вот здесь вот я заказывала эту сковородку, это диаметр 20. 20 у нас вот здесь, да, вот идет сантиметров. И она такая вот довольно тяжеленькая. Хорошо на ней получаются блинчики. Например, в суп, в зажарку можно сделать, если там с утра на одного там человека, да, можно поджарить яичницу на ней также. Ну, в общем, для чего необходимо, для того можно использовать. Ручка здесь идет металлическая. И ручка прогревается вот здесь, где-то вот на одну треть. Вот здесь вот ручка, в принципе, она такая вот комнатная температура, то есть ее можно взять даже без прихватки. Вот так выглядит моя сковорода. Вот так выглядит она у меня с обратной стороны. Подходит для любого вида плит эта сковорода. И давайте покажу вам свою вторую, диаметром 24, которую я пользуюсь почти ежедневно. Вот так выглядит моя сковорода, которая у меня в использовании. На данный момент это моя любимая сковорода. Я очень ею довольна. И сырники, и котлеты, и картошечку поджарить, и яичницу, в общем, все, все, что вам необходимо, я на этой сковороде делаю. Вот такая же здесь ручка. Вот так выглядит у меня донышко. И вот так выглядит сама сковорода. Видите, у нее здесь просто шикарное вот это антибригарное покрытие. Ничего не пригорает абсолютно. И здесь довольно оно темное. Не видно никаких копченостей, закопченостей. То есть такой вот и вид приятный. Эстетически она сохранила за 8 месяцев использования. Также я заказала себе кастрюльку призма. И в этой кастрюльке у нас есть крышечка. Крышечка, то есть сама кастрюлька тоже имеет диаметр 24 сантиметра. Поэтому вот эта крышечка, она подходит и на сковороду 24. То есть если вы, например, не используете кастрюльку, то можно и я вот так делаю. Накрываю этой крышечкой. То есть использую ее для сковороды. Вот так выглядит здесь вот сама крышечка. И здесь тоже вот у нас отверстие для пара. Здесь также нагревается очень-очень мало. То есть можно поднять, взять в процессе приготовления пищи, открыть эту кастрюльку или сковородой. Вот так выглядит сама кастрюлька. Классная кастрюлька. Я пробовала в ней и картошку тушить, и вот плов, да, плов не плов, но вот рис с мясом, например, там вот можно вот сделать. Вот так выглядит моя кастрюлька. И тоже я ее довольна. Я не готовлю в ней первое блюдо. Оно у меня больше вот для вторых блюд. И вот так вот выглядит моя кастрюлька тоже, хотя я пользовалась неоднократно. То есть если аккуратно пользоваться, сразу отмывать, промывать посуду хорошо, то видите, вот в использовании она у меня уже больше, чем полгода, но тем не менее выглядит довольно достойно. И давайте посмотрим вог. Чем отличается вог? Тем, что у нее высокие бортики, и в ней можно тушить, допустим, капусту потушить, какие-то овощи потушить. Тоже картошечку не будет у вас меньше разбрызгиваться, поджарить, если вы любите жареную. Думаю, любят все, хотя все там вредно, да, но иногда балуемся все равно, иногда хочется вот такой, какой-то вот пищи нам. И давайте покажу вам, как она приходит. Запакована, есть инструкция. Вот так запакована была моя сковорода ВОК. Здесь, чтобы ничего у нас при транспортировке не испортилось, вот такой пенопласт внутри был. И вот здесь вот тоже защитная, на ручке воздушная вот такая пленочка. И вот здесь вот у нас тоже она запакована. Ну, давайте покажу вам ВОК. Вот такая сковорода. У нее диаметр вот здесь 28 сантиметров. Донышко, по-моему, 16,5. Но вот 24 сковорода, там чуть-чуть пошире донышко. Поэтому, видите, вот такие высокие бортики, там что-то вам поджарить просто будет замечательно. Сковорода шикарная. Вот мне хотелось ее, сразу не заказалась. Думаю, возьму, возьму пока вот сейчас. Даже если сейчас, девчонки, на там рублей будет у вас на 300 дороже выходить, в принципе, можно заказать, потому что посуда... Вот мне вышла эта сковорода вот по акции с моей скидкой за 2,815. Я ее заказала, по-моему, с доставкой. Да, с доставкой. Вот. В общем, вот такая сковорода. Вот такое же здесь точно донышко. Ручка. Все как обычно. Давайте попробуем вот эту крышечку, что ли. Вот она 24 диаметра. Конечно, она сюда не подойдет. Да, она здесь, видите, вот утонула. Как бы вот сюда. Но можно и вот потом будет в магазине найти. В принципе, это не проблема. Найти отдельно крышку, потому что у нас в магазине, например, 200 рублей. Эти крышки разные. И по 700, и 500, и до 1000. В зависимости видно от исполнения. В общем, сюда потом еще я прикуплю себе обязательно крышечку. И буду с удовольствием пользоваться данной сковородой. Так что советую. Действительно, удачная очень такая коллекция. Вот у меня уже получается четвертый предмет. Три сковороды, 20, 24, 28 ВОК и кастрюлька. Ну, а теперь давайте смотреть помадки. У нас в этом каталоге, не знаю, зачем компания это сделала. Мы уже привыкли к тому, что у нас есть помада Глэмми. Всеми любимая. У меня любимый тон пыльно-розовый в этой коллекции. Но теперь называется эта помада Глэм Калор. То есть у нас, в принципе, вот такая же упаковка осталась. Даже тона артикулы, в принципе, то же самое. Но вот упаковочка изменилась и Глэм Калор. Была Глэмми. И здесь идет акция. Здесь еще представлена перламутровая помада. Если вы заказываете вот один плюс один равно три. То есть две помады, третья идет за рубль вам. Можете заказать перламутровую. Можете заказать вот эту. Например, взять одну перламутровую, две вот этих. Две вот этих, одну вот такую. Либо три вот этих, три вот этих. И одна у вас выйдет за рубль в подарок. Я воспользовалась данной акцией. Можно заказать одну. В принципе, если вот в следующем каталоге она будет бонусом за покупки. Но вот я воспользовала, взяла себе три штучки. Потому что мне было интересно, как вот изменились оттенки. Это та же самая помада. И хочу сказать, что это та же самая помада. Вот оттенок пыльно-розовый. Может быть чуть-чуть, если прям придираться. Может быть, ну, бывают разные партии, разный замес. Может быть, чуть-чуть, чуть-чуть, прям капельку. Там вот как-то и то. Наверное, я вечером смотрела, вот от преломления света. Вот такие ощущения. Но так вот это тоже самое. Та же самая душка. Здесь атласный финиш. Деликатное сияние. Увлажняющий комплекс на основе масла помадного дерева. И я взяла три оттенка. Первый оттенок, который у меня сейчас нанесен на моих губах. Он, кстати, немножко похож на пыльно-розовый. Но пыльно-розовый в розовинку. А здесь такой немножко как бы телесно-коричневатый нюд. Но оттенок, он, наверное, больше пыльно-розовый как-то для холодного цветотипа. А нюд, он больше, наверное, к теплому цветотипу тяготеет. Но, тем не менее, подойдет и теплому, и холодному цветотипу. Это оттенок 41-480. И давайте посмотрим сейчас каталоги. Еще раз вам, чтобы название. Я вам точно сказала. Да, этот оттенок называется нюдовый. То есть даже не нюд, а нюдовый. И вот так он смотрится на мне. Очень мягкая, очень такая вот пластичная, приятнейшая помада. Я очень ей довольна. Вот так выглядит оттенок нюд. Давайте покажу. И оттенок очень-очень-очень приятный. Вот такой оттеночек нюд. Так. И мы сейчас посмотрим с вами все помадки. Я нанесу на губы еще те оттенки, которые я заказала. И потом сделаем с вами слотчи. Вот так смотрится. Конечно, несколько раз где-то слой 2-3 нужно нанести, чтобы был такой более сочный тон. Но при разговоре она не делает белую полосочку, что очень замечательно. И вы не будете думать, как там выглядят ваши губы. Не скаталось ли по слизистой все белую полоску. Она прекрасна. Хорошая стойкость у нее на губах. Она немножко как бы впитывается. Но тем не менее, она хорошо постепенно сходит с кожи губ. Для меня даже не нужен карандашик. Для этой помады, в общем, я довольна полностью. Шикарнейшая помада. В общем, восторг полнейший. И вам советую обязательно к покупке заказать. Я думаю, что не разочаруетесь. И заказала я свой любимый оттенок пыльно-розовый. У меня здесь вот мой оттеночек, видите, прямо чуть-чуть немножко осталось. Сейчас мы с вами сравним. И сейчас я так нанесу на губы. Я взяла салфетку. И вам сейчас давайте еще раз покажу оттенок нёдовый. Вот так он смотрится. Надеюсь, вам будет видно на моих губах. И вот так он смотрится в стике. Тоже оттенок очень приятный, очень красивый. Там есть еще, по-моему, песочный нёд. Тот прям такой, ну прям вообще теплый оттенок. Этот как бы больше такой нейтральный получается. И сейчас покажу вам оттенок свой любимый 41-867. Это пыльно-розовый. Вот я уже сбилась со счету, какой раз я заказываю эту помаду. У меня и маме моя она очень понравилась. Я ей заказала тоже довольна. И также вот сейчас уже несколько раз ей заказывала ее. Давайте сейчас салфеточкой аккуратно удалю оттенок нёдовый. И нанесем с вами пыльно-розовый. Ну прям похож на пыльно-розовый. Только пыльно-розовый такая у неё, вы знаете, какой-то перламутра нет. Но видно, есть микронизированные частицы. И под углом света вот даёт какой-то такой вот как бы немножечко не металлическое, а знаете, как будто нанесли помаду. И сверху прям вот бывает белыми перламутровыми тенями чуть-чуть как бы так вот добавили чуть-чуть. В общем, вот такой эффект. Как бы дуахромный немножечко, как вам объяснить. Вот видите, я разговариваю, и у меня на губах помимо цвета ещё есть вот эти блики. Очень красиво она смотрится. И на пыльно-розовый прям очень похоже. На каждый день оттенок нёдовый просто прекрасен. Так, сейчас сотру. И нанесу вам на следующий оттенок пыльно-розовый, который я тоже неоднократно заказывала. Давайте посмотрим с вами. Так, сейчас немножко помолчу. Нанесу на губы так, чтобы я не покутала. Да, 867. Вот несколько раз я провожу по губам этой помадой, то есть стиком. Но она очень мягкая. Настолько она кремовая. Настолько она красиво смотрится. Так, вот. Вот видите, пыльно-розовый. Он немножечко, вот-вот прям чуть-чуть видно такой холодинки. Да, вот как бы чуть-чуть похолоднее. То есть они очень похожи между собой. Давайте мы с вами сейчас и в стике глянем нёдовый. И посмотрим пыльно-розовый. Вот. Вот такие две сестрички-помадки, которые между собой очень-очень похожи. Вот красивые оттеночки. То есть как бы пыльно-розовый чуть-чуть у нас похолоднее идёт тон. И давайте я покажу вам свою предыдущую глэмми. Посмотрим с вами. Вот, с пыльно-розовым. Ну вот, я думаю, вам видно. Вот так давайте покажу вам на стиках. Что это переупаковка. То есть это у нас одна и та же помада. Здесь у меня вот немножко её осталось. Это вот та, что у меня была заказана ранее. В общем, вот такой красивый оттенок. Пыльно-розовый. Мой любимый в этой гамме. Он настолько приятный. Вот, красивый тон. Под любой макияж. Так же, как и нюдовый. На каждый день просто замечательно. Шикарнейшая помадка. Довольно очень. И как только у нас вышла эта помада, я заказывала ещё оттенок древесно-розовый. Тоже мне он очень нравится. Он чуть-чуть как бы потемнее. Потемнее. Но тоже такой вот как бы приятный розоватый перелив. Древесно-розовый имеет артикул 41478. Вот это сейчас на мне пыль. На розовый 41867. А сейчас я покажу вам ещё нанесу древесно-розовый 41478. Вот как только у нас вышла эта помада, вот эти оттенки не уже позже добавлялись, а это у нас она была изначально. Вот видите, вот такой древесно-розовый. Вот. Он как бы чуть-чуть ягодности что ли побольше. Вот ну как красное дерево, да? Вот или вот такой как бы добавлен оттенок. Так. Сейчас вытру салфеткой помаду с губ. Ну и получается, что как бы древесно-розовый из них самый яркий. Но тем не менее он тоже очень красивый. Так. Помолчу. Нанесу. Вот видите, я несколько раз как бы провожу. И вот получается вот такой цвет. Ну и древесно-розовый на осень тоже будет хорошо. Вот тем не менее оттенок не кричащий. Такой красивый. И мне сюда даже карандашик не нужен. Так как помада такая... Давайте такой кремовый бальзам. Приятнейшая на губах. Ну вот давайте посмотрим. Видите, уже древесно-розовый такой. Чуть-чуть он как бы потемнее такой, поярче чуть-чуть, понасыщенней. То есть на осень тоже красивый оттенок. Мне он очень нравится. Красиво смотрится. Вот такой древесно-розовый. Ну вы знаете, мне кажется, вот древесно-розовый до этого было больше вот этих частичек. А сейчас вот их добавлено примерно вот как в пыльно-розовом. В общем, вот такой красивый тон. Еще мне хочется заказать сиреневый, потом ягодный красивый оттенок. И у меня вот еще есть заказ на пыльно-розовый. Женщина попросила меня заказать. И вот смотрите, как смотрится древесно-розовый. Вот еще видите, вот даже вот здесь на стике, на срезе стика, видно, что здесь вот есть такие вот красивые, как бы мелкие-мелкие вот эти вот на свету. Вот получается такой вот перелив дуохромный немножко, она как бы играет, эта помада. Но очень приятная, мягкая. У меня в каталоге, вот я не побоюсь сказать, если меня бы спросили, какую помаду тебе в каталоге оставить? Одну, если бы вот нужно было выбрать. Я бы сказала, оставьте мне вот эту глэмми, да, теперь глэм колор называется, или колор. Вот эту оставьте, потому что она вот на каждый день, это мною самая часто используемая помада, очень приятная. Ну, теперь давайте сделаем с вами слотч этих помад, посмотрим, как они смотрятся у меня на руке. Давайте начнем. Древесно-розовый, 41478, посмотрим. Вот такой оттенок, и видите, вот она прям довольно ярко ложится. Но у нее вот, у древесно-розового, немножко такой как бы ягодный подтон есть, да. Но он очень приятный. И вот бархатистый такой вот как бы финиш. Но вот на осень прям как бы приглушенный такой ягодный оттенок получается очень красивый. И тоже вот он хорошо, он как бы нейтральный, но и холодным, и теплым отцетатипу внешности он подойдет. Девчонки, у кого теплый отцетатип, кто заказывал древесно-розовый, напишите, как вам. Дальше, 41867, пыльно-розовый. Давайте посмотрим рядышком. Нанесу вот сюда пыльно-розовый. Он похож на древесно-розовый, да, но он такой более как бы посветлее на два тона, наверное. Видите, вот когда попадает яркий свет, вот такой как бы идет перелив красивый, как бы как Млечный Путь, да, вот такое свечение светленькое. Очень красивый оттенок. Так, и смотрим с вами нюдовый, 41480. Так, давайте посмотрим рядом нюдовый. Так, я нюдовый достала. Ой, это я достала вам снова древесно-розовый. Я смотрю, что темноватый. Так, чтобы я здесь их не попутала. Так, давайте посмотрим с вами. Вот он у меня нюдовый, 41480. Вот, а то прям смотрю, думаю, что это прям ярко как-то в стике. Видите? Так, это нюдовый тон. Вот, видите, вот он какой. Вот. Немножко отличается. Они похожи с пыльно-розовым, но только здесь вот пыльно-розовый, вот больше такой как бы сиреневатый, да, немножко подтон. А здесь все-таки такой как бы чуть-чуть коричневинка. Очень приятная, натуральная, деликатная. В общем, вот это пыльно-розовый, нюдовый и древесно-розовый. Пыльно-розовый, нюдовый, древесно-розовый. Вот такие вот оттенки. И давайте посмотрим, с вами нанесем рядом предыдущий пыльно-розовый. Посмотрим. С вами здесь у меня прям уже такой. Так, вот она эта помадка. Рызочек остался. Вот, видите? Ну, здесь просто чуть-чуть поярче на тыльной стороне руки. Я нанесла, а так оттенок такой же точно. Давайте вот здесь его нанесем, чтобы вам было понятно. Вот видите, там тоже вот от кожи, да, оттенок по-разному смотрится. От пигмента губ, вот о чем здесь. Здесь рука получается чуть-чуть светлее, да, ладошка чуть-чуть темнее. Но вот видите, вот здесь вот прям хорошо видно, что это идентичный оттенок. То есть это одно тоже. То есть просто произошла у нас переупаковка, и название теперь помады получается. Не глэмми, а глэм колор. Ну, я буду ее так же глэмми называть, потому что я привыкла, мне так привычно. Возможно, может быть, еще какие-то оттенки добавятся. Возможно, вот розовый, там есть еще рубиновый оттенок, потом есть насыщенный розовый. Может быть, там какие-то изменения сиреневый. Но мне кажется, что нет и текстура один в один, и отдушка. То есть все, все как было, так и осталось. Ну, и вот еще раз, древесно-розовый, тоже такой оттенок довольно симпатичный, приятный. Хотя он поярче. То есть это уже не нюдовый оттенок, например, пыльно-розовый, нюдовый, более такие нюдовые тона. А здесь чуть-чуть поярче, но тем не менее, тон такой как бы ягодно-розоватый, но он приглушенный. И на осень тоже будет замечательный. В общем, вот такой был мой заказ. Обязательно посмотрим с вами новинки. Я уж там тени себе приметила. Пару палеточек, и вот у нас еще будет общая палетка. Не знаю, как она, конечно, будет. Для меня она какая-то более такая теплая по цветотипу. Но там и для бровей подходит вроде бы оттенки. В общем, будем смотреть. Закажу и обязательно вам покажу, поделюсь впечатлениями. Делитесь, что заказывали вы. Вы, у кого есть коллекция посуды призма, делитесь, как она в использовании. Но я вам показала. Я думаю, что лучше один раз показать, чем сто раз рассказать. И чтобы вы очень увидели, что действительно я пользуюсь, пользуюсь активно. Вот особенно сковорода 24. Она у меня, каждый день я из рук не выпускаю. Но у нее довольно приличный вид за 8 месяцев применения. На этом всем говорю вам до свидания. С вами была Виктория. До новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok